Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что пригласили, хотя... Ой, ворчать я буду сейчас, ворчать, 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 коллеги, не обижайтесь. Если вы делаете соп, его нужно делать на основании науки. Если вы показываете на основании науки, помимо волос, было еще целая куча косяков. Не надо загрязненную поверхность при утилизации трогать голыми руками, халат, который сняли. И, коллеги, я не великий специалист в онкологии, но когда ты переводил статьи по обработке цитостатиков, если мне не изменяет память, так процентов на 99, нитриловые перчатки не защищают от трансдермального поражения. И, опять же, это было 15 лет назад, но, насколько я помню, перчатки должны быть из каучука для защиты. Правильно говорю? У тебя ведь его тоже знаете? Ответственность, господа, так всегда бывает. Все рассказывают интересные вещи, а мне гадости говорить. Ответственность? Коллеги, мы поговорим с вами о правовой ответственности медсестры, ибо о ней пора говорить. Почему мы о ней говорим? Потому что мы вступили с вами в мир, где за каждым нашим шагом следят не только наши коллеги и руководители, но и судебные, и правоохранительные, и прочие нехорошие органы. Мы вступили с вами в эпоху правового регулирования профессии. Коллеги, мы с вами выросли в системе, которая приучила нас не читать законы. Правда? Правда? Но когда мы с вами начинаем отвечать за свои поступки, нас с вами спрашивают по закону, и никого не интересует, что мы с вами их не читали. Поэтому правовые вопросы мы вносили, вносим и будем вносить. И каждый раз вот эта вот презентация, она не впервые, она не для вас написана. Мы разворачиваем в рамке той концепции, той клинической аудитории, которая собралась у нас в зале. Ответственность, коллеги, вот документ, который любой медицинский работник должен прочитать от начала до конца хотя бы один раз. Не выборочно на курсах, не когда-либо там вот вас спросили, а просто взять и прочитать. Я вас уверяю, там масса интересных вещей. Давайте начнем с самого простого. Когда мы говорим вообще о праве, а мы вот сейчас вынуждены переключиться от клиники на право, мы должны с вами понимать, что каждое слово, которое мы произносим, имеет строго определенное правовое значение. Спорим, что вы используете кучу слов, не понимая их значения, и используете неправильно. Скажите мне, пожалуйста, любимый мой вопрос. Кто может дать определение, кто такой медработник? Мы постоянно говорим, медработникам повысили зарплату. Вам понятно, что я сказал? Слово зарплата понятно, повысили не очень понятно, а медработники понятно? Кто такой медработник? Человек с медицинским образованием. Благодарю. Можно быть медработником без медобразования? Да или нет? Нет. Замечательно. Можно иметь медобразование и не быть медработником? Это как? То есть получается как минимум два условия. Иметь медобразование и работать где? Медицинская организация, его не право. Процентов на 50. Коллеги, для того, чтобы вообще научиться разговаривать на языке, надо выучить базовые слова. Давайте учить. Значит, ничего фотографировать, снимать не надо, потому что правовые презентации они скучные. Все цитаты из закона. Скачайте закон и читайте. Мы с вами занимаемся оказанием медицинской помощи. Это комплекс мероприятий, которые включают в себя медицинские услуги. Нравится, не нравится, это называется так. Медуслуга – это медицинское вмешательство. Уже более знакомое слово, да? Которое направлено на всякие полезные медицинские вещи. От профилактики до реабилитации. Вот здесь все понятно, правда? Но это важно, это нужно. Идем дальше. Медицинское вмешательство. Знакомое нам слово. Читаем. Главное выделено цветом. Это выполняемое медицинским или иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности. То есть есть кто-то, кто не имеет работник, но имеет право на медицинскую деятельность. Какое-либо действие и медицинские манипуляции. Вот это понятно? Медицинская сестра занимается выполнением медицинских манипуляций, правда? Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, я прошу вас запомнить, что любая манипуляция, которую вы производите, суть есть медицинское вмешательство. Медицинское вмешательство равно медицинской услуге, а медицинская услуга равно медицинская помощь. Эта логика вам пока понятна? Таким образом, каждый раз, когда вы читаете что-либо касательно медицинской помощи, это касается вашей работы. Это первый постулат. Второй постулат. Я понимаю, вы устроили к вечеру, поэтому я вас буду тормошить немножко. Закончите, пожалуйста, фразу. Во время лечения в стационаре за больного отвечает кто? Хорошо, что вы пришли мимо. Медицинский работник, только мы не знаем, кто это такой. Лечение. Обратите, пожалуйста, внимание на определение лечения. Это не совсем к сегодняшней теме, но если вы его запомните, половины жалоб у вас не будут. Лечение – это настолько важное определение, что его надо прочитать целиком. Это комплекс вмешательств. Мы знаем, что это такое. Выполняемых по назначению медработника, мы не знаем, кто это такая, целью которых является, теперь внимательно, устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний, либо состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни. Точка. Чего здесь нет? Здесь нет излечения от болезни. И вот в непонимании этого термина 50% жалоб против медработников. Я как пациент, зачем я к вам прихожу? Чтоб вы меня починили. Я вчера был здоровым, ничего не болело. Мне тут немножечко стукнуло за 50, и я хочу, чтобы дальше ничего не болело. Я прихожу к вам. Вы начинаете облегчать мои симптомы. Я говорю, ребят, что-то не то. Я к вам не за этим пришел. И иду писать на вас жалобу президенту. Чего мелочиться-то? Запомните, пожалуйста, юридическое определение лечения не предусматривает излечение от болезни. Знаете почему? Почему? Потому что подавляющее количество болезней вылечить в принципе невозможно. Медработник. Давайте разберемся, кто это такой. Потому что правонаказующие, уголовные, административные и прочее другое не оперируют понятиями врача, медицинская сестра. Она оперирует понятием медицинский работник. И ответственность за состояние пациента несет медицинский работник. А кто это такой? Давайте снизу. Это физическое лицо. Это в переводе с юридического на человеческий человек. Который имеет медицинское или иное образование. Давайте сразу договоримся, что быть медработником надо соответствовать трем условиям сразу. Первое. Иметь правильное образование. Определение, говорит, нам явно дает понять, что можно иметь не только медицинское образование, чтобы быть медработником. Посмотрите, например, знаете такую должность? Инструктор-методист ЛФК. Кто там работает? Физкультурники. Они медработники. Педагоги там работают. Они медработники, но у них не медобразование. Второй, более частый пример. Это студенты вузов, которые имеют право занимать должности медицинских сестер. У них нет образования. Три курса, четыре курса института – это не уровень образования. Но они медработники, потому что получают право заниматься медицинской деятельностью. Это первое условие. Второе условие. Надо работать в медорганизации. Логично, правда? Помните, как несколько лет назад у нас жестоко пострадали медсестры, если и детских садиков и школ. Знаете почему? У них было медобразование, они работали на должности медсестры, но школа не является медицинской организацией. Она не имеет права на оказание медицинской помощи, а люди, работающие там, не имеют права на льготы. Поэтому, когда в РАМС звонят всякие люди, говорят, ой, найдите нам хорошую медсестру. У вас много. Мы говорим, у нас много. На какую позицию? Нам нужна медсестра в физкультурно-оздоровительный комплекс. В физкультурно-оздоровительном комплексе и в бассейне нет медсестры, это не медицинские организации. И третий – подводный камень. Человек, который является медработником, в его обязанности должно входить в оказание медицинской деятельности. Вот дайте самый яркий пример, тайминг жмет. Старшая сестра – это медработник? Даже не так. Главная сестра – это медработник? Это интереснее. Ирина Валерьевна, вы главная сестра. Вы медработник? Уже теперь я теряюсь. Вот замечательно. Вы знаете, а я не знаю, медработник она или нет. Знаете почему? Чтобы ответить на вопрос, надо прочитать должностную инструкцию. У нас что в инструкциях написано? Закупки, кадры, обучение. Организация и контроль. Вот организация и контроль не есть медицинская деятельность. Поэтому суд, может, прочитав вашу инструкцию, не дай бог, конечно, сказать, первые две позиции совпадают, а третьи – нет. Читайте, пожалуйста, документы, коллеги, это интересно. Коллеги, что важно. Мы вступили с вами в эпоху правового регулирования профессии. На нас жалуются постоянно. Посчитали, что примерно 70% жалоб необоснованных. Вообще юристы на семинарах говорят, если бы вы разговаривали с пациентами, половины жалоб бы не было. Мы перестали разговаривать. Сегодня меня не просили рассказывать, как себя им вести. Меня попросили рассказать, как наказывают. Ну, что это делать? Поговорим об этом. Коллеги, что важно. У нас нет понятия медицинская ошибка. Его нет. Это один из самых больших пробелов правового регулирования медицины. Не ошибается тот, кто ничего не делает. У каждого из вас есть ошибки. Иногда тяжело, иногда фатально. Они у меня есть. Но до той поры, пока нас судят коллеги, они говорят, да, бывает. Да, ты влил препарат под кожу, промахнулся, рука дернулась, ты вышел из вены, влил хлористый кальций, вызвал некроз с поражением нерва, порезом. Это ужасно, но бывает. Из 10 тысяч инъекций ты неминуемо ошибешься. Суд не понимает такого. Любая ошибка наказуема. Одна из главных задач, цитирую замминистра, с которой общались 22 мая, одна из главных задач Минздрава сейчас доказать судебно-правовой системе, что медицинская ошибка бывает, и ввести ее обратно. Но пока нету. Определение Иосифа Давыдовского, единственное и лучшее, которое есть, это добросовестное заблуждение без признаков уголовных нарушений. Я хотел как лучше, но не получилось. У больного анатомические особенности, у него нестандартная реакция. Знаете, что-то пошло не так. Мы все сделали правильно, а оно не получилось. Я вводил препарат по показаниям, а у пациента анафилактический шок. Я оказал помощь, он умер. Хотя я все сделал правильно. Здесь нет моей вины, но меня за это накажут. Идем дальше, коллеги. Бог с ним, пропустим. Вот это у нас в стране медицинских ошибок нет. Вы знаете, да, у нас нет с вами постинъекционных абсцессов, постинфузионных флебитов. Их просто нет. Нам замечательно говорить с зарубежными коллегами. Говорит, вы знаете, мы снизились 5 до 4,5%. А вы? Мы говорим, а у нас ноль, как был, так и есть. Почему вы понимаете? А знаете, почему, кстати? Почему? Потому что в нашей стране, когда находят ошибку, что нужно сделать с тем, кто ошибся? Клиника МИО опубликовала где-то с полгода назад. Можете ВКонтакте у меня найти. На стене висит отчет о своих ошибках за последние три года. Ведущая клиника мира на весь мир заявляет, что за три года выполнила 8 ампутаций здоровых органов. Знаете, классика? Правая и левая перепутали. Они это сделали, и они говорят, да, мы сделали, и мы разбираем, чтобы не делать этого вновь. Мы боимся, поэтому, как обычно, пользуемся зарубежными данными. Меня, в принципе, одна цифра интересует, фантазийненькая. Четвертая часть, четверть ошибок, это ошибки медицинского ухода. Мы не разбираем сегодня особо проблему ухода. Мы скажем, что теоретически понятие ошибка наши суды пытаются использовать, но в последний раз они давали определение в 71 году. То есть на это можно попытаться сослаться, но вот как-то суды это не очень хорошо принимают. Значит, коллеги, еще раз, ошибки у нас нет, и мы постоянно болкаемся между двумя фундаментальными понятиями. Виновное причинение вреда и невиновное причинение вреда. Коллеги, можно быть виноватым, не будучи виноватым. Можно причинить вред, не желая этот вред причинять. И вы знаете, массу ветерогений, побочных эффектов, вроде бы мы делаем хорошо, но при этом получаем, не знаю, гепатотоксичный эффект. Мы вылечили человека, мы спасли его, но он остался с циррозом печени. Это вред, но это невиновный вред. Виновный вред, за который нас особенно наказывают, нас вообще за все наказывают. Делится на умышленный и неумышленный. Умышленный встречается редко. Да, вот мне привезли тещу, а у меня память хорошая. Нет, все-таки, знаете, медики, они редко причиняют вред сознательно. В основном у нас вред неумышленный. А что вы смеетесь, у вас тещи нет. У большинства. И не будет. Вы никогда не поймете эту радость. Коллегия. Коллегия, коллегия, коллегия. Бог снять буреттию, пропустим буреттию. А, знаете, вам вишенку на тортик. Сейчас, минуту. Я жму не то тут. Сейчас я вам вишенку на тортик покажу, и мы начнем работать серьезно. Значит, чтобы вам было вишенкой на тортик, вот это скриншот из одного из журналов для юристов. Пока мы с вами развлекаемся и ставим коротенькие доклады по праву, вместо того, чтобы вообще бросить работу и неделю им заниматься, юристы наши публикуют вот такие вот вещи. Это статья, посвященная тактике допроса медработников следственными органами. Какие вопросы задавать, как медики пытаются несчастных следователей запутать, в какие сроки надо проводить проверки и так далее. У них курс повышения квалификации открыли по ведению так называемых медицинских дел. Таким образом, все просто. Или мы с вами научимся уважать права, или в итоге мы с вами следующую конференцию проведем с другой стороны колючей проблоки. Ну, не все, но такова тенденция. Коллеги, за что нас наказывают? Был такой замечательный литературный герой, который, помните, чтил уголовный кодекс. Нарушал направо и налево, но читал от начала до конца и чтил. 323 закон прочитать надо. Уголовный кодекс целиком читать не надо, а вот избранные вещи надо прочитать. За что можно получить по шее? Самая страшная статья, которую мы с вами можем получить, это 109 статья. Причинение смерти. Это означает, что вследствие наших действий... Сейчас вам две вещи скажу без презентации. Попробуйте усталым разумом понять на слух. Они трудные, реально трудные. В первую легко услышать, но в нее очень трудно поверить, а поверить надо. Запомните, пожалуйста, суд не заинтересован в установлении истины. Суд не интересует истинно, это не входит в его задачи. Суд сравнивает доказательства, представленные сторонами. Понятно? Судья не имеет медобразования, тем более вашего профильного опыта. Он кладет перед собой две бумажки, как должно быть и как было. Если они совпадают, то вы молодец. Если они не совпадают, по любой причине вы виноваты. Точка. И вы будете бесконечно доказывать, что у нас были маленькие поставки, нам не хватало, что мне так говорили на курсах повышения, что у меня так старшая требует, вообще у нас так принято. Суду все равно. Есть закон. Вы этот закон обязаны исполнять. Если вы его не исполнили, вы виноваты всегда. Это первое. И второе. Суд работает на основании установления причинно-следственных связей. Знаете, есть такой замечательный анекдот. Его любят борцы с антипрививочниками. Говорят, вы знаете, у меня дед после прививки от гриппа умер. Что, анафилактический шок? Да нет, огурцами отравился. Ну так и здесь. Должна быть причинно-следственная связь между действием и последствием. Если она есть, вы виноваты. Если ее нет, вы не виноваты. Если вы поставили катетер неправильно, оторвался кусочек и вызвал катетерную эмболию, то причиной смерти является не катетер, а эмболия. А причиной эмболии является ваша ошибка. Причинно-следственная связь есть. И вас накажут. Итак, чем нас наказывают? Значит, причинение смерти по неосторожности. Вы чего-то не сделали, вы чего-то не предусмотрели. Вы не обработали цестостатики. Кто-то их там уронил, в них бутерброд и съел. И в результате этого умер. То есть, если это на работе, в принципе, это лишение свободы до трех лет. Коллеги, уголовных дел против медиков много. Доля сестер там пока невелика. Но реальные судебные сроки, связанные с ограничением свободы для медсестер, есть. Есть. До трех лет. Дальше. Если вы, упаси Боже, уморили двух людей, коллеги, что вы так загрустили? Когда я учился в училище, я подрабатывал в роддоме. Практику проходил и остался подработать санитаром. На нашем отделении девочка-сестричка, придя с утра после скандала с мужем, ребеночку новорожденному клизму поставила вместо гипертонического раствора, раствором аммиака, нашатырным спиртом. Ребенок сперва перенес операцию по ампутации половины кишечника, а потом умер все равно. Это не убийство, это причинение смерти по неосторожности вследствие исполнения профессиональных обязанностей. Если бы таких клизм было бы две, то лишение свободы было бы до четырех лет. Далее. Уголовный кодекс четко трактует, что такое ненадлежащее исполнение обязанностей. Это полностью или частично несоответствующее действие, действие, не соответствующее официальным требованиям или предписаниям. И вот здесь-то вот эти ваши СОПы, инструкции, прости господи, САНПИНы, на самом деле приобретают огромную роль. Потому что даже если вы сработали лучше, но это лучше не соответствует САНПИНу, судья читает САНПИН. Дело в том, что у нас недавно на вебинаре касались, чуть-чуть касались краешком обработки цитостатика, как раз при разливе, а память у меня цепкая. И, насколько я помню, в современной науке хлор-то вообще не применяется. Типа хлорид, да, есть такое дело. Вот, вы можете говорить, что вот в последней статье, в последнем гайдлайне написано вот это, а они достанут приказ Лохматова 65-го года и привекут вас по нему. Идем дальше. Причинение тяжкого вреда здоровью. Вот с этим, коллеги мои, трудно. Все-таки умирают у нас пациенты редко, а вот вред причиняется тяжело. Это полегче немножко ограничение свободы до 4-х лет, принудительные работы до года, кто-то должен улицы мести. Лишение права заниматься определенной деятельностью, увы, присутствует тоже. Это еще одна статья. Помимо того, что мы посидим, нас могут лишить на несколько лет права работать по специальности. Что важно знать? Что тяжкий вред – это не фигура речи. Пациенты тяжко расценивают вообще любой вред, который они от нас потерпели, как тяжкий. Мне плохо, я страдаю, значит, тяжкий вред. На самом деле понятие тяжкого вреда жестко определено законом. Вот цитата из этого перед вами на слайде. Посмотрите, что для нас важно. Для нас важно прерывание беременности, потому что очень часто наши с вами действия, допустим, передозировка какого-то препарата, неосторожное перекладывание и так далее, ведут к нарушению беременности, а это тяжкий вред – прерывание. Ну, есть такие вещи, как обезображивание лица. Вот на этом страдают стоматологи, косметологи. Вообще тяжкий вред – это не такое частое явление, как кажется нашим пациентам. Заражение ВИЧ-инфекцией, коллеги, ну уж вроде бы мы с вами в 21 веке, 19-й год на дворе, а все равно это самое у нас бывает. Причем в 122-й статье есть отдельный пункт, он четвертый. Это заражение другого лица ВИЧ вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Коллеги, это 5 лет. Вчера мы выступали в городе, кажется, он называется Вологда, с Ириной Гусевой, которая, посмотрев на меня, сбежала просто, она вчера это слушала, там была эта же лекция. И с нами выступала доктор-эпидемиолог, которая сказала, что у нас за прошлый год минимум три случая зарегистрированы профессионального заражения медработникам пациента. ВИЧ, хотя, казалось бы, все технологии давно отработаны. За что еще, коллеги? Вот сейчас шепотом, да? Шепотом. Вот по этой статье сейчас можно сажать половину. Знаете почему? С момента, когда у нас появился фармакологический аборт, у нас этим абортом балуются практически все медработники фертильного периода. До той поры, пока прерывание беременности сопровождалось кюреткой, и надо было хотя бы знать, куда ее вводить, аборты на дому делались редко. А сейчас начинают со студенток медучилищ, медколледжей. В случае неблагоприятной беременности, в просторечии называемой случайным залетом, говорят, ты не волнуйся, поди в аптеку, купи, а оно же без рецептов, прими таблеточку сейчас и таблеточку сейчас, и все будет хорошо. Так вот это все будет хорошо называется незаконное прерывание беременности. И под это дело отдельная статья. Если у вас нет высшего медицинского образования, соответствующего акушерско-гинекологического профиля. Это понятно? Вот за это сажать можно многих. Причем, заметьте, здесь вреда нет. Здесь сам факт проведения этого действия уже основания. Отделаетесь штрафом 80 тысяч, считаете, что повезло. Так, что у нас там еще интересного? Коллеги, важный момент, за который мы сейчас многие страдаем и очень много жалоб проигрываем. Недопустимость отказа в медицинской помощи. Коллеги, отвлекитесь от слайда, посмотрите на меня. Вы медицинские сестры в основном, да? Я так понимаю, процентов на 99 и оператор. Оператора не спрашиваем. Коллеги, вы сидите вечером на посту. К вам подходит пациент и говорит, у меня что-то в груди давит. Ваше действие? Ругаться нельзя, да? Коллеги, можно я переведу вашу фразу на честный, русский честный? Я не знаю, что делать. Я позову врача, у него зарплата больше, пусть отдувается. Коллеги, вы, очевидно, из больших городов, где врачей много, а в маленьких городах на ночь на 200 коек остаются два врача. Один на операции, второй принимает. Ваши действия? Грустно у меня. Значит, коллеги, читайте второй пункт. Почему я говорю, закон надо читать, а не меня слушать? Я же могу ошибаться. Я могу что-то не то вам лепнуть. Вообще верить нельзя никому, кроме документа. Читаем второй пункт. Медицинская помощь в экстренной форме, а я обратился с экстренным состоянием, точнее, с состоянием, которое может быть экстренным. Чего у меня там в груди болит? Может быть, эзофагит, который подождет до доктора, а может быть, острый коронарный синдром, от которого я сейчас умру. Это экстренное состояние. Помощь оказывается медорганизацией и медработникам, гражданину безотлагательно и бесплатно. Бог с ней с платностью. Это тоже интересный разговор, что в частной клинике дорогостоящей должны оказывать помощь бесплатно в этой ситуации. Мне было важно, чтобы вы запомнили, кто такой медработник. Здесь не написано «оказывается врачом», здесь написано «оказывается медработником». И если пациент умрет, суд будет разбираться, вы медработник? Да. Вы могли оказать помощь? Да, потому что у вас под боком процедурка, в ней все есть. Вы знали, как оказывать? Да, вас этому научили в колледже и на курсах. Вы виноваты в смерти пациента. Вообще, коллеги, отвлекитесь от презентации. Послушайте, я человек прямой и временами жестокий. Я закончил медучилище в 1984 году. У меня в дипломе в первом написано «медсестра», тогда специальности медбрат не было. Я распределился на скорую помощь. Через год работал в одной из первых фельдшерских бригад скорой помощи. С сестренским дипломом на должности фельдшера. Я отработал там 18 лет. Из них половину старшим фельдшером фельдшерской бригаде. В моем арсенале использование всех видов лекарственных препаратов, которые были в укладке, и оказание помощи, наверное, при всех состояниях, которые вам придут в голову. Все-таки это много. С сестренским дипломом. Сегодняшняя медсестра, кроме волшебных фраз «позвать врача открыть форточку и успокоить пациента», в области экстренной помощи знает довольно мало. Когда получите профстандарт, прочитайте его внимательно. Ситуация стала настолько критичной, что это прописали отдельным пунктом. В неотложной форме, то есть обострение хронических заболеваний зовете доктора, в экстренной работаете самостоятельно. Иначе еще одна статья. Не оказание помощи больному лицом, которое должно ее оказывать в соответствии с законом. Я надеюсь, вы услышали, что в соответствии с законом вы обязаны ее оказывать. Не оказали, штраф 40 тысяч покажется вам праздником. А вот лишение свободы за сам факт неоказания помощи, пусть и маленькое, тоже можно получить. Про первую помощь мы сегодня говорить особо не будем, это отдельная интересная тема. Профстандарта пока нет, он нас ждет. Коллеги, ну про наркотики у вас отдельные выступления, отдельные семинары. Я напоминаю вам, что любое действие с наркотиками, потенциально судебно преследуемое. И доктор Алифтина Хориньяк не хотела торговать наркотиками, да? Помните такое дело? Вся страна поднялась. Когда у нас за полом полокетарола, оставшихся от операции, которую доктор хотел растерилизованно использовать, чтобы что-то сделать старой собаке своей, человека сажают в СИЗО, невзирая на возраст и занимаемую должность. По наркотикам, пожалуйста, отдельно. И вот это, коллеги, это крайне для нас с вами важно. Крайне важно. Почему? Потому что каждый раз, когда вы в свободное от работы время беретесь уколоть соседочку, потому что ей, ну что там, в поликлинике очередь, вы занимаетесь незаконной медицинской деятельностью. А если вам говорят, что надо подхалтурить, ты знаешь, вот там напротив, да, по 500 рублей за укол дают. Ну, ты не хочешь, вы говорите, а что они подработают-то? На шоколадку-то, по дороге на работу. Под это есть отдельная статья. Причем сам факт, это уже нарушение. А уж если причинение вреда здоровью, заметьте, здесь не тяжелого вреда, даже легкого вреда, то это до трех лет. Постинъекционный абсцесс, коллеги, вы знаете, я вам тайну открою. Какими бы ни были технологии, какими бы ни были замечательными расходками, и как бы ни развивались наши производители, количество постинъекционных осложнений становится меньше, но они все равно есть. Так вот, если пациент после вашего вмешательства обратится, а вы при этом действовали самостоятельно, вы пойдете по 235-й статье. Это грустная статья. Ну и, наконец, любимое, нарушение санэпид-правил. Коллеги, если вы когда-нибудь найдете одну клинику, которая соблюдает все санэпид-правила, вообще все, напишите мне, я очень хочу хотя бы одним глазом посмотреть. Нет таких, потому что соблюдать все правила невозможно. Знаете, что под это отдельная статья. И если нарушение санэпид-правил повлекло массовое заболевание или отравление, нам с вами становится очень и очень печально. А это те самые детские садики с массовыми отравлениями и диет с сестрой, которая подписала еду и несет за это ответственность. А уж если человек при этом умер, то это, господа мои, лишение свободы до 5 лет. И последний слайд из этой презентации. Слайд, который, в принципе, медицинским работникам и врачам, и сестрам надо не только прочитать, но и выучить наизусть. Практически все судебные дела заканчиваются упоминанием этой статьи. Статья «Халатность. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей». Вот здесь должностным лицом не выделено. Знаете почему? Формально медработники не являются должностными лицами, если они не управляют своими коллегами. Старшая сестра – должностное лицо, постарая сестра – нет. Ответственный врач приемного покоя – должностное лицо, а просто врач приемного покоя – нет. Но все равно суды с огромным удовольствием привлекают эту статью для нас. Небрежное отношение к исполнениям своих обязанностей. Любое нарушение наших правил, любое нарушение наших алгоритмов – это по сути своей «Халатность». И суды это очень любят. Вот. Вопросы есть? Здравствуйте. Институт онкологии Мия Петрова. Имею ли я право на улице оказывать помощь? Да. Вы меня слышите? Обязана? Нет. Спасибо. Значит, коллеги, запомните, вот там был слайдик один, я его пролистнул, там была виза, стояла против. Вообще в сети сейчас идет блестящий спор между двумя знакомыми мне юристами по этому поводу. Между Полиной Габаей и Иваном Печерей. Они два матерых юриста, которые придерживаются двух принципиально разных позиций. Значит, коллеги, ответ на вопрос хорош. Смотрите, в чем дело. И ответ, если вопрос хорош, ответ на него непрост. Вы медицинские работники, я же не случайно вам показал, когда исполняете обязанности. Вне рабочего места вы граждане, которые имеют медицинское образование, как и я. У меня два образования, но я не работаю в медорганизации. Соответственно, требования, предъявляемые к медработнику, к вам не применяются. И вы имеете право оказывать помощь, но какую? Первую. С первой помощью все очень плохо. Это в основном борьба с травмами, перевязки, мобилизация и СЛР. Медикаментов там нет. Сейчас в Госдуме лежит проект закона о понятии расширенная первая помощь. Мы с вами попадем туда. Право имеете. Обязанности нет. Но есть статья о ставлении в опасности. Вот такая статья, она не медицинская, мы ее не разбираем. То есть, если вы прошли мимо, вас можно привлечь. Если вы остановились, повернули на бок и вызвали скорую помощь, с юридической точки зрения вы выполнили свою миссию. Еще один вопросик. Еще один вопросик. Давайте мучить. В той же самой любимой вашей сети идет еще один сбор. Ну, не один там их масса, но один из. Пациенту, не пациенту. Человеку стало плохо на остановке возле учреждения? Ну? Учреждение? Нет. Коллега, знаете, у меня есть минус. У меня много минусов. Один из минусов в том, что я автор этического кодекса Медицинской сестры России. Плюс ко всему. Соответственно, я периодически читаю какие-то семинары, лекции по этике. И всегда говорю, что этика вступает в конфликт с правом. С правовой точки зрения, если пациент умирает за пределами медицинской организации, а медицинская организация за него ответственности не несет. С человеческой, если ты видишь и можешь, то надо оторвать седалище от стула, взять в каталку, пробежаться и приволочь на территорию медицинской организации. Это бывает. Поэтому вот здесь этика и право вступают в жесткий и серьезный конфликт. Окей? Да. Скажите, пожалуйста, если не совпадает назначение врача в листе назначения с инструкцией к данному препарату? Обратите на это внимание доктора. Коллеги, существует понятие, оно немножко выходит за уровень нашего сегодняшнего разговора, назначение препаратов оффлэйбл. То есть сверхпоказаний. Сверхназначений. Зачастую умный доктор опирается на те данные, которые еще не вошли в инструкцию. Подойдите к нему и скажете, доктор, мне кажется, вы ошиблись. Это больше в два раза, чем в инструкциях. Если он говорит, вы знаете, я вот прочитал статью, что оно будет в два раза больше, в четыре раза лучше работает без назначений, и это прописано в письменных назначениях, наверное, он прав. Хотя в моей практике был случай, когда доктор, я работал фельдшером вот там на скорой и врачебных бригадах, попросил меня ввести пациенту 10 мл венгерского драпиридола болюсом без разведения. Но он был странный доктор. Я набрал его 10 препаратов, отдал их в руки шприц и сказал, служебку напишите потом, но я отказываюсь убивать пациента своими руками. Тут тоже неоднозначное. В этическом кодексе, кстати, про это есть отдельный пункт. Если вы его читали, прочитайте, что делать, если назначение не совпадает с вашими убеждениями. Этично отказаться, будучи готовым отвечать потом за свой отказ. Непрямой массаж сердца, понятно все, имеем обязанное. В стационаре врача нет. Дефриллятор, понятно, имеем право, делаем. Да? Да. Нет? Вот. И адреналин. Все-таки имеем право или нет? Водитель. Если у меня нету врача, вот он где-то в другом месте. Коллеги, знаете, есть такое модное слово лайфхак. Раньше называлось полезный совет. Запоминайте, есть два волшебных слова. Вы должны и вы не имеете права. Вот запомните два этих слова. На эти слова вы всегда должны отвечать и реагировать одинаково. Где это написано? Вам говорят, что вы не имеете права вводить адреналин? Где это написано? Я показал вам, что вы должны делать и показал, где написано. Вы должны оказывать экстренную медицинскую помощь. Закон не прописывает объем помощи. Объем помощи прописывается рекомендацией МИФАР, Федерации анестезиологов и реаниматологов, гайдлайном Европейской Ассоциации, принятым в России. Кстати, для умных мы с вами работаем по гайдлайну 2015. Неделю назад Европейский Совет опубликовал, пока не утвержденный для обсуждения, гайдлайн 2020 года, предварительно. Там вот мы скачали, говорят, есть интересные вещи. Вы можете ввести адреналин? Вы обязаны его ввести. Это прописано в законе, который я вам показал. Конечно. Помощь оказывает медицинский работник. Не слышу? Или Валерь сам будет ходить? Да забудьте вы. Зависимое и независимое вмешательство – это методологический подход, это неправовое понятие. Особенно взаимозависимое, про которое, что это такое, в этой стране знают человек 10. Реально вам говорю. Вот. Еще раз. Зависимое и независимое вмешательство – это методология обучения. Мы с вами оперируем понятиями, которые я вам показал. Медицинское вмешательство, медицинская услуга, медицинская помощь. Все. Вот это правовые понятия. На семинарах по сестеринскому делу я готов с вами подискутировать по поводу зависимости, независимости и вмешательств. На праве я вам говорю, закон требует оказания медицинской помощи в экстренной форме. Определение экстренной формы дано там же в законе. Благодарю, Валерий Валерьевич. Вопросов на самом деле масса, их можно задавать и дискутировать на эту тему бесконечно. Мы, к сожалению, не укладываемся во времени. У меня вопрос не совсем касающийся вашего доклада, так как вы являетесь негласно экспертом в нашей стране по вопросам НМО для медицинских сестер. Я прошу разъяснить для сестер, чем сертификаты, выдаваемые в нашем учреждении внизу в регистратуре, мероприятие аккредитован в Совет НМО, отличаются от тех сертификатов, которые привезли вы. Во-первых, я возбужден, что значит негласно? В общем, гласно про это говорят. Гласно, гласно. Это первое. Второе, коллеги, я не знаю, какие сертификаты выдают у вас внизу, но я знаю, что привез я, я как Дед Мороз. Дайте, дайте один, один верхний. Что? Вы что, я их вручать собираюсь? Значит, коллеги, внимательно. Внимательно, потому что тайминг у вас жесткий, действительно, у меня тут время истекает. Значит, система НМО у нас предусмотрена с вами федеральным законодательством. С 2021 года вы все идете на повторную аккредитацию. На повторную аккредитацию вы пойдете, предоставляя сведения о баллах, накопленных в рамках НМО. Я не знаю, что вам дают внизу, но аккредитацией вашего мероприятия занимался РАМС, поэтому правильные сертификаты у меня. Остальные, наверное, очень красивые, но нет. Значит, вы получите вот такую вот бумажку. У большинства из вас такая бумажка есть. Ценность этой бумажки равна нулю. Честно вам говорю. Вы можете получить ее в электронном виде и вообще не получать. В ней есть только одна ценность. Вот здесь указан личный индивидуальный код. Код на каждом сертификате свой. Этот код надо внести на правильный сайт. Как называется сайт? Нет, не советуем его. Он называется edu.rosmizdrav.ru Что? Вы мне дадите пять минут еще? Коллега, я вас попрошу, воткните флешку обратно. Просто я вчера по этому поводу выступал. Воткните флешку и возьмите презентацию 01 на МАО июнь. Они там по номеру. Я вчера по этому поводу выступал в Вологде, так что, как говорится, у меня в кустах был рояль. Коллеги, пока втыкают флешку. Значит, я вам повторяю свою фразу. Верить нельзя никому. Вам наверняка говорили, что на МАО вам не нужно, да? Что это только для врачей, что все рассосется, что все пройдет, как с белых яблонь дым. Слышали? Врут. Верить нельзя. Мне тоже верить нельзя. Кому можно верить? Документам. Почему в документы и смотрим? Документы, дайте нам документы. Сейчас я не даду документы. Коллеги, поскольку презентация рассчитана надолго, я буду пролистывать 100 тысяч всяких слайдов, показывать вам только главное. Ну, главное, давайте. Так. Значит, смотрим. Коллеги, я говорю, речит о тему в стиле Андрея Малахова. Уж извините, времени мало, надо было заказывать другую тему, тогда бы мы это разобрали подробно, и тогда бы вы все это узнали. Коллеги, мы говорим с вами о повторной аккредитации. Первичную аккредитацию мы с вами худо-бедно в прошлом году осилили, в этом году осиливаем снова. Значит, теперь мы говорим о повторной. Она касается вас всех. Повторная аккредитация, начинающаяся с 2021 года, соответственно, включает в себя два этапа. Тестирование и оценка портфолио, отражающего непрерывное медицинское образование. Получаете вот такую бумажку. Это все пока мои слова. Давайте читать документы. Первый документ, который надо знать, это приказ 10.43, который устанавливает сроки перехода на аккредитацию. Выделено только то, что касается средних медработников. Третий этап с 2018 года колледжа. Четвертый этап с 2019 года. Сейчас в этом году добавятся бакалавры. Ну, их немного у нас в вузах, но есть. С 2020 года первичная специализированная. Это новые специальности операционная, анестезиология, массаж и так далее. После профпереподготовки. И вы все, дорогие мои, с 2021 года на шестом этапе. Лица, не прошедшие процедуру аккредитации раньше. Сверху прошли все, кто получает. На шестом этапе те, кто подтверждает. Это понятно? Читаем дальше. Значит, основа непрерывного медобразования заложена в законе, который вы не читали. Он вам не нужен, это закон об образовании. А такой тоже есть. Там есть 82-я статья. Особенности непрерывных программ медобразования. И там прописано непрерывное повышение профессиональных знамоков в течение всей жизни. А дальше пошли в Минздравовские документы. Вот этот документ надо скачать и прочитать. Приказ 334-Н об установлении порядка аккредитации специалиста. Аккредитация специалиста как допуск к профессиональной деятельности заложена в 323-м законе. Как получается аккредитация? Во-первых, кем? Аккредитация специалиста проводится в отношении лиц, завершивших программ, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных знаний. Это приказ министра. Ладно, бог с ним, читаем дальше. Как она проводится? Для прохождения периодической аккредитации включает в себя два этапа. Оценка портфолио и тестирование. Запомните два этих слова. Тестирование вы будете проходить с федерального портала, с того же, с которого дети наши сейчас проходят после колледжа. И скорее всего по тем же тестам. Проблема с портфолио. Запомните, портфолио вы не будете писать, его нельзя будет скачать в интернете и взять портфолио у подружки. Вы его вообще писать не будете. Смотрим. Значит, Минздрав приступил к разработке законопроекта. Я написал презентацию в апреле. А в майские праздники вышла эта новость, что Минздрав начал разработку дополнительных нормативов, хотя и хватает. 22 мая, кто был у нас на саммите, была Татьяна Владимировна Семенова, теперь это в статусе замминистра. Вот цитата из ее выступления. Видно? Читать не буду. НМО будет. За НМО платит работодатель. Запомните, кстати, это. Дальше. Это пропускаем. Система, которую вы получите и уже получили, включает в себя набор 50 кредитов ежегодно. Вы, придя сюда сегодня, получили 6. В эти 50 кредитов входят 36 кредитов, полученных в колледже, и 14 вариативных на семинарах, тренингах, вебинарах и путем изучения самостоятельного электронных образовательных модулей. Сегодня вечером я отправляю в комиссию по НМО список авторов, которые согласились записать для вас видеолекции в формате электронных образовательных модулей. Получится, я думаю, к сентябрю. Возможно, самостоятельно. Если готовы читать, читайте. Вишенка на торцик. Документ, который вы пропустили. Какие у вас телефоны красивые. Который вы пропустили, он вам не нужен. Концепция развития НМО до 21 года, полтора года назад, министр прописала, и покажите это всем оппонентам, которые говорят, что этого не будет, что к 21 году в системе непрерывного медобразования будут участвовать не менее 90 медработников, 90% медработников. Вы медработники? Ну и получите. Государственных и частных служб. Почему 90, а не 100? Потому что есть крайний север, где нет интернета. Как только сделают, там будет. Теперь смотрим. Вот портал, который должен вам сниться по ночам. Да. Личный кабинет там должен быть у каждой сегодня к вечеру, либо напрасно вы приходили сюда. Заходите вот сюда. Бохнем. Есть второй портал, называется Советным ООН, и сейчас его можно использовать только как справочник. Но в принципе, зайдя на него, да, вот вы можете, я писал перед Вологдой, забил даты и посмотрел. Я вот знаю, что из аккредитованных мероприятий, вот 19-го в Кирове проводят мастер-класс по этике, 20-го региональная конференция в Петрозаводске сегодня, 27-го во Владимире. А вот там что-то написано, да? С первого ряда не видно? 20-го июня, секция «Сестринское дело в онкологии» в рамках международного траляля, то есть это наша конференция. Она заявлена, она аккредитована у вас на сайте. Но заносить ее вы будете, это старая версия, вот на этом портале. Они его открыли, новую версию, позавчера. Мы еще разбираемся, поэтому все криво. Чего не нашла? Чего не нашла? Сейчас, так, все, не надо. Так, коллега, давайте так, у меня нет времени доказывать, верьте на слово, совет НМО, это для специалистов с высшим образованием и тот умирает. Вся работа специалистов со средним образованием здесь, читайте, куда мы попали. Это портал непрерывного метаобразования Минздрава России за исполнение федерального закона в этой стране отвечает Минздрав. Он, исполняя закон, заложил вам требования и создал инструмент. Я, в принципе, не собирался листать, но давайте покажем, куда заносится код. Значит, вы регистрируетесь, это просто, только не ошибайтесь здесь. Вот сейчас не надо ничего фотографировать, вам это не нужно, сейчас покажу почему. Фамилию, имя, отчество внесете, с НИЛС внесете, это нетрудно. Я это сделал на одной из своих студенток, я-то не медработник. Получите уведомление о создании личного кабинета, и вот в этом вот уведомлении будет логин, логином будет ваш СНИЛС, только без пробелов. И пароль, вот пароль главное не потерять. Вошли. Мы вошли сюда, поскольку это живого человека данные, часть закрыта, персональные данные. Посмотрите, мы не вводили место работы и должность. Они подтянулись из федерального регистра медработников, потому что по СНИЛСу личный кабинет увязался с ним, с федеральным регистром. Вы все должны быть там занесены. Дальше, нажав кнопочку виртуальный тур, вы видите подсказки, а вот там внизу видите руководство пользователя. Скачайте, там все написано. Почему я говорю, не надо фотографировать? Скачайте, вот оно, портал непрерывного образования, закрытая часть, вы зарегистрировались. Вон, как внести, куда внести. Дальше, я говорил вам про 250 часов, смотрите, вот они, 250 необходимо. На тот момент какое-то количество у Ирины было получено. Пропуская много-много-много всяких слайдов, регистрация на совете НМО, непонятно, нужна она сейчас или нет. Давайте я отвечу на вопрос и отвалю с экрана. Слушайте, я понимаю. Для того, чтобы занести, вам надо перейти в мой план по стрелочке. У вас открывается список. Так, это отдельная замечательная функция. Значит, когда вы выбираете мероприятие, вы нажимаете вот там наверху кнопку «Добавить элементы». Находите в списке мероприятия. Нашего мероприятия в списке нет. Сейчас объясню, почему. Сегодняшнего, может, уже есть. Вчера не было. Кстати, посмотрите, пожалуйста. В Петербурге ни одной образовательной программы не зарегистрировано. Поэтому, извините, коллеги, вопрос в системе образования. Но если я завожу Москву, то там около сотни программ. Учитесь пока дистанционно. Выбираем программу, заносим ее себе и учимся по ней. Так, проверили программу, занесли. Куда вносить код? Код, код, код. Это в конце было. Так, включить в план. Вот там наверху, видите, кнопочка. Когда вы хотите ввести мероприятие, вы можете включить его в план, если оно в будущем, а можете ввести код. Вот этот код, который с сертификата. У нас был сертификат невведенный. Мы нажимаем кнопочку «Ввести код». Открывается окошко пустое, в которое мы копируем код сертификата. Дальше нажимаем кнопку «Проверить код», и оно появляется в вашем портфолио. Ну и теперь уж простите, чтобы два раза не вставать. Вот такие сертификаты вы получите. Иногда мы их делаем цветными. Чтобы не это самое. Портфолио. Вот оно, портфолио ваше. Вот портфолио вы будете брать. Вон там вкладочка есть, портфолио, наверху. Где она есть? Немножко неудобно свежая презентация. Вон она, портфолио. И все, что вы заносите, все, что вы набираете, заносится туда, в портал. И когда подходит срок, вы выбираете специальность и получаете вот такой документ, в котором ей прописано все, что она набрала, сколько баллов набрано, сколько баллов осталось, на какой процент выполнен индивидуальный план для прохождения повторной аккредитации. Пока здесь нет еще одной кнопки, которая обещает быть к 2021 году. Кнопка «Отправить в аккредитационную комиссию», чтобы вы не распечатывали, а просто переслали его туда. Теперь, почему здесь нет нашего мероприятия? На Совете на МОУ есть, а здесь нету. Не пугайтесь, Бога ради. Портал открыт позавчера, хотя должен был быть открыт 20-го... Глушите презентацию, а то я не удержусь, там еще много интересного. Он должен был быть открыт 20-го мая. На месяц опоздали техники. Методисты просто не успели занести аккредитованные мероприятия. И последнее мероприятие, которое было загружено до апдейта, 27-го мая. Все, что в стране было после 27-го мая, не отображается, но отобразится в ближайшие дни. Поэтому сертификаты получите, коды внесите, и если не были там раньше, наберите свои первые 6 кредитов. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok